check out this epic drop всем привет дорогие друзья рад вас приветствовать на своем канале с вами Витарганс 177 на обзоре у нас сегодня будет карта жуткий лес более того здесь прям даже так и написано по русски жуткий лес я написал автору как это он так сделал ребята это первая работа автора вот тем не менее тем не менее уже по русски пишет обычно тут левел я тоже честно говоря так и думал что так и будет нифига подобного жуткий лес написано значит на карте у нас имеется один гараж открытый одна заправка, две пилорамы, один из повал автоматическая погрузка один козел для ручной погрузки четыре точки разведки сильно не осуждать так это моя первая работа следующая карта будет 32 на 32 а вот какого размера это карты я честно говоря не знаю вот ну стоит урал там с гаражными частями можно его смело будет допустим заменить ну давайте на мой урал заменим да где он есть а вот он на меня смотрит потом я поставлю газельку автором данной газели у нас является devil 38 rus любезно со мной поделился данным автомобилем возможно этот автомобиль появится в разряде платных пока он вот приватный вот что я там еще не поставил крас 260 ну давайте вот такой вот уазик еще поставим мурашку да вот тоже машинка пока в процессе доработки вообще доступная выложил уже в своей группе как только будет финальная версия данного мода там их два автомобиля в пакете идет вот как они будут доработаны полностью так собственно говоря запишу на них обзорчик вот ладно давайте стартанем посмотрим что за первая работа автора я думаю многим будет интересно на это посмотреть ну вот здесь вот мы с вами стартанули единственное что мне сразу бросилось в глаза так это то то что гараж какой-то маленький маленький гараж на самом деле почему-то автор не знает ни то нечаянно ни то чайно его уменьшил может быть он здесь не влазил у него среди вот этой растительности он сделал его поменьше вот собственно говоря газелька ребят 4 на 4 абсолютно ну как сказать ну не новый мод да я записывал уже принципе на газельку обзор вот она была в стадии доработки собственно говоря доработка произошла не знаю будет ли здесь еще что-то добавляться или не будет я пока не знаю как только будет автором решено дальнейшая участь данного автомобиля будет записан на нее полноценный обзор здоровенький бы вы вот вот такой вот салончик ну в принципе по салону то по моему вроде бы ничего не изменилось устанавливаю сцепку ребят вот одно из самых таких приятных приятных таких вещей которые я увидел на этом автомобиле так это вот этот полуприцеп способный перевозить 4 очка бревен ну то есть не бревен а своего груза кстати говоря вот декор фигур то есть тут всего очень много устанавливается туманки и еще тюнинг можно поставить да какой то есть дофига всего на него можно навешать на самом деле давайте прокатимся на этой машине посмотрим что у нас здесь с картой карта небольших размеров наверное ну может быть 16 на 16 не знаю боюсь предположить боюсь ошибиться как говорится да я вчера честно говоря на этой газельке покатался она мне показалась такая чрезмерно прыткой давайте сейчас выйдем вот из этой попки чумазой так ну вот в начале лужица была могу сразу сказать что у автора получается качественная грязь это уже хорошо ой ямка чуть не впендюрился дорожки в принципе такие прямые сделана обрамка у дороги то есть здесь не тупо да вот лес как бы то есть дорога прерывается и трава растет а такая вот песчаночка такая присутствует вот первая точка нашей разведки ну давайте съездим на заправку заодно откроем тут точку разведки только давайте я наверное маршрут все таки построю только я не знаю как лучше поехать ну как то вот так наверное я не знаю как лучше так вот вижу уже в принципе еще один косячок впереди нас ожидающий не критичный но малоприятный вот здесь кстати все очень красиво сделано единственное наверное водичку бы здесь замутнил бы вот но я думаю все в дальнейшем будет исправимо смотрите здесь у нас брод имеется но при всем при этом у нас также здесь имеется и мост в принципе целесообразность так скажем брода наверное теряется я не буду прям посередине лужи ехать вы уж извините меня я не на урале я на газели о здесь смотрите у нас бревна лежат смотрите три средних бревна то есть можно сюда здесь погрузиться на четыре очка но если бы у меня был бы кран манипулятор бы я бы это сделал мне как раз нужно три средних бревна всего нас вышечка здесь стоит тоже уменьшенного правда размера надеюсь я по этой дороге приеду на заправку безумно хотелось бы по крайней мере это сделать не знаю но вот здесь автор немножко переборщил переборщил с клеей с глубиной клеи прям намазал что называется от души а так в целом все очень даже не плохо интенсивность кисти надо делать во время на момент рисования клеи ну 65 65-70 предел и не тереть по несколько раз там вот так по одному и тому же место а вот так мазнул и еще желательно нажать точечку там то есть крестик поставить или галочку там крестик вроде да там будет флэк автофейк вот автофейк тоже активируете и собственно говоря получается такая мазня более плавная так ну что ж очередная точка разведки собственно говоря заправка на которую мы так сильно стремились плюс 70 литров в аддон а именно в дополнительный бак и давайте я не знаю ну наверное как то надо на лесоповал проехать да а как к нему проехать интересно вот это что у нас дорога вот так что ли она непонятно да ну ладно давайте поехали вперед я опять же проложу путь так 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 вот так я фиг его знает куда ну будем предполагать что вот так да попробуем попробуем газелька 4х4 ребят полноприводная блокировка дифференциала полнопривод то есть едется очень комфортно на ней мне прямо она очень нравится ну помимо всего прочего ребят ну карта небольших размеров просто тупо обкатать ее и как бы на этом успокоиться наверное будет слишком быстро да в принципе мне карта нравится невзирая на то что это всего на всего первая работа автора подход у него к картостроению достаточно такой уверенный правильный подход то есть ему не безразлично что у него в конечном итоге получится и благодаря его не безразличности вот получилась достаточно очень красивая карта ну к примеру да возьмем сравнение карту которой я сегодня ну я не любитель вообще сравнивать кого-либо ой нифига себе у нас бревна здесь родились а я повис на них черт три средних бревна черт бы их побрал а так ну что я не знаю как мне здесь проехать надо было может со скоростью пролететь но я блин наверное бы убился если поехал бы со скоростью да так вот там косяк с водой какой-то я наблюдаю ну блин до точки разведки вот прям рукой подать совсем чуть-чуть ребят осталось ай обидка печалька досадка ну ладно-ка так видите туда блин мне бы вот эти бревна прям туда положить и было бы очень хорошо так ну давайте ладно пробуем задним ходом ой я как раз немножечко так растащил да давайте попробуем все таки не знаю может на плюс один зараза они опять домиком сложились да что ж ты будешь делать ты с ними а не на грузовике это понятное дело как бы проедешь без каких-либо проблем да а вот а вот таким вот о смотрите мать божья да что ж мне сегодня так не везет блин вот считай проехал да вот через эти бревна взял и свалился давайте еще постараюсь далеко не уезжать да недалеко не уезжать не получится наверх нужно дышать как то машину вырубить да ёшки матрёшки на 5 лет прям ой да что тут хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе давайте стране просто по одной проекту быстрее да и может быть я все таки на весу проеду ребята давайте попробуем не завалился ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй ой-яй-яй-яй-яй только не переворачиваться стоять бояться эй что ты будешь делать я так близок был так ладно все короче тащим как-нибудь нам надо короче отсюда вылезти как не крути но надо отсюда вылезти о нормальный смотреть болен застрял все равно так давайте попробуем немножечко подальше вот так перецепить прицепчик о пошла родимая не можно объехать я бы наверное 10 раз уже объехал бы потому что по-моему это не единственная дорога на лесоповал судя по всему блин я не и предположить не мог что настолько много гемора могут принести вот этот вот эти вот бревна вот сейчас а у меня первое включено да первое включено а еду назад да действительно я лиханулся маленький ой как это было больно как это было больно и неприятно опять я застрял это я не знаю что как нибудь как марусю полюбить что же делать как бывает марусю полюбить так мы все таки давайте тогда будет таки макар пробовать да ты ёк твоё налево а ну ты хоть убейся а ну ты хоть убейся она не льедет и все тут не все таки я не рекомендовал бы автору увеличивать объекты дефолтные они вот они сделаны специально по тому размеру как вот должно быть подгонка такая я опять сейчас упаду короче не ребят не вариант походу мне здесь проехать как бы я того не хотел бы хотел бы неважно короче не судьба как говорится а я ведь так надеялся и верил ой еще и не тянется да блин не ребят если бы конечно не бревна я буду давным-давно проехал как же они подставляют так реально подстава с этими бревнами давай 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 может я их оттащу отсюда куда нибудь я не знаю вот таким вот макаром еду вперед тяну лебедкой назад и я бревна потихонечку оттаскиваюсь ну попробую бревна объехать теперь что я не знаю дубль хзы какой я застрял опять ты что ж ты будешь делать то заднюю врубил а я на полуприцеп повис ой у меня тут качели короче качкач ох ребят ребят короче это просто это звезда какая-то блин значит надо было застрять здесь а ну тут сколько можно здесь застревать я не знаю ну одно бревно я думаю нам сильно не навредит ну понятно я сюда не заеду я утопил машину у меня она упирается теперь в мост видите какой перепад здоровый ну я здесь не проеду как бы я не мечтал об этом я проехать здесь не смогу печально конечно да печально ну ладно поехали в объезд а что быстрее будет интересно в объезд или я не знаю есть здесь дальше дорога может здесь и дороги то и нет ладно короче назад по этой дороге не станут сейчас поедем ой боже ты мой еще надо развернуться не загрузится бревна не жалко так да с бревнами не надо было все таки вот автору здесь грязь сделать возле моста потому что машина просто заехать не смог я конечно понимаю что он не тестировал возможно на газелях да на грузовиках тестировал понятное дело в принципе на грузовике я бы проехал бы без каких либо проблем жалко что машину подломал немножко ну давайте отремонтируем 54 литра у меня осталось из 70 то есть блин нехило я так солярку подхавал так где то здесь точка разведки еще должна быть где то здесь я не знаю может здесь просека какая-нибудь где то тут точка разведки вон она ай бортом зацепился да страшно сейчас возьмем немножко другой радиус и в принципе нет нормально да долго у меня поездка получается на лесоповал один хрен я здесь сюда же и приеду ребят офигеть то есть здесь на газели вообще не вариант проехать как бы я того не хотел но блин я не знаю проще наверно было вообще вот так через лес михану тогда хотя не хрен здесь он гора какая не получится давайте ладно тогда возьмем кразика я не знаю че еще по нему собачить кран можно поставить платформу лесового чего а место мало да понятно ну ка так ну вроде бы все что можно было поставить я поставил защиту а не защиту не надо хотя вроде раньше ставил мне ничего не боговало блин а сейчас что-то маленько богу я ну вот принципе перестал непонятно ладно в принципе это хрен укусы не слаще что стоит защита что не стоит она вроде ничего не дает нам так защиту вот мы двигайся а давайте плюс один поехали поехали съездим погрузимся так не ошибиться по дорогам и здесь ну в принципе оно все понятно да я думаю давайте я наверно все таки вот здесь проеду да как вы считаете ладно через мост там короче разберемся вообще на заправку надо у меня топливо 188 литров в принципе это больше чем половины там какой-нибудь депутат объем топливного бака объем топливного бака здесь составляет 850 литров на этом автомобиле объем топливного бака так и вот здесь можно да вот так вот скачал нить ай краном зацепился и 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 Ого! Ни хрена себе! Вот это да! Вот это я нырнул! И сегодня до лесоповал! Доеду, нет интереса! Так, забираем нашего газелёныша Протащим его на буксире Попробуем, по крайней мере, это сделать Да, конечно, ездя на газельке То есть, ну, вообще, выбирая газель На какую-либо карту Надо взвесить все за и против Потому что, видите, к примеру По большему счёту, не столь значимая Такая гифлюга В виде перепада по ландшафту Относительно монста и самого грунта Да? Вот для этой газели уже чревато То есть мы проехать вообще никак не смогли Вот, то есть как-то вот надо, конечно Ну, делать надо, конечно, тоже Подходить к этому Вот, я даже на кразе еле-еле сюда поднимаюсь, ребята Что ж говорить про газели Он у машинка еле-еле Вот она у меня запрыгнула Получает дикий урон Ну, протащил я её Офигеть Так, а это что это? А, здесь у нас ручьи какие-то, мать честная Здесь у нас ручьи Ребят, что-то я весь транспорт поубивал Чёртовой матери Офигеть Ну, я бы здесь на газельке-то, мне кажется, не проехал бы Небал-то Хотя, может и проехал бы Проехал бы Здесь, в принципе, достаточно всё полого Такие ручьи прям бурные, ребят И вода так сделана, кстати, красиво Несмотря на то, что, ребят, это первая работа автора Вода сделана очень красиво На самом деле Да, ещё, кстати, бы я скриншопы-то не забывал бы делать Вообще, конечно, шикарно Ну да ладно Поздно пить боржоми, когда почки отвалились Так, ну, кольцевая дорожка у нас здесь Давайте проедем вперёд Посмотрим, как здесь вообще оформились в овал Ну чё, прикольненько, смотрите А хапочки друг на дружку положены, да? Прикольно, на самом деле А где автоматическая погрузка, ребят? А, автоматическая вон там Вон там автоматическая погрузка Давайте попробуем съездить на газельке Загрузиться Давайте я только, знаете, что сделаю Время переведу Время переведу Ну, вот на мурашки Так, мурашка, мурашка Трам-та-дам-та-да-дам Ой, сорян Ой, сорянаться ещё раз Да Туда мало того, что тяжело доехать А выехать так, наверное, вообще не будет Невозможно Ооо, да тут грязи, мать честная У меня сейчас Газелька-то утонет Не, газелька не подходит под эту карту Однозначно, ребят Всё, мы засадились Как бы оно печально не звучало Ну, машина не едет Ну, давайте попробуем на 260 260 всё решает Попробуем, да? Если бы за пень бы ещё не зацепился Я бы ещё давно И давно всё решил Да Да, да тут не то, что Газелька Здесь 260-й еле едет Куда тут Ну, куда здесь стойку Всё, у меня машина застряла, ребят Ну, куда это годится Никуда это не годится Чересчур Ну, прям пипец Даже на пониженных оборотах Машина не едет Ну, можно, конечно Да, вот там Лебёдка, фиготка Ну, блин, ну это Всё настолько, блин Ну, не прикольно как-то Чуть чересчур прям Перехаркорено А куда я еду вообще? Одиночная Аркада Без достижений А здесь Лесоповал-то, ребят, нет А, Лесоповал я проехал? А чё здесь должно быть? Лесоповал я проехал Судя по карте Он где-то должен быть До Этих Вот Во, блин Засандалил две машины Зачем тут, не пойму Было ли там Лесоповал? Ребят, я чё-то не помню Ну, здесь чё-то попа какая-то Прям конкретно Зачем я сюда вообще ехал? Я не понимаю Только чё, как будто автор Здесь вообще чё-то забыл сделать Реально Ой, ёптей О, выехал На 260-м я выехал Почти Ты ёптей В пенёк уперся Так, давайте газельку тоже бросать не будем Бери сюда Ну где ж здесь Автоматическая погрузка А, вот он Ёптей Я чё, мимо него проехал? Ну, чё-то, видать Я на охапке брёвен загляделся Писяц Вот это я отдал Дрозда Так, ну чё, газельку-то погрузим Нет Там свой груз Давайте посмотрим Мне не жалко, вам приятно Я больше чем уверен Так, давайте, ладно Сядем газельку Только разворачиваться Чё-то я здесь как-то не очень хочу Давайте вокруг объедем Не, ну так-то прикольно Смотрите, всё сделано, да? Достаточно очень качественно Я считаю Так, вот такой скриншот Сделать надо Полюбас Не знаю, сам будет ли автор это Или бы я Ну, если ты можешь добавлять Ну, карта прикольная Реально прикольная карта Так А-ля средние брёвна А, надо Вот Четыре очка, ребят Смотрите Собственного груза Класс Машинка вообще классная Кстати, обратно я, может быть, и на газели проеду Там, получается, обратный берег Он такой, менее коварный, так скажем Здесь, видите, какие ухабины сделаны Ой-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё Ой-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё Доним Доним Урон получаем, ребят Ай, давай-давай-давай-давай Давай только без урона Чёрт, я застыл Ну ладно, под урон уже не получаю А, не, получаю Да, на газельке, конечно, тяжеловато, ребят Безусловно, ещё Четыре очка обогрузки. Я считаю, большое достижение, что оно вообще доехало, можно сказать, до конца лужи, да? А здесь опять какое-то бревно родилось, да? Смотрите, ребят, не было же бревна-то этого. И давайте скриншот, ручей, все дела. Тоже, я считаю, такое-то место достаточно интересное. Смотрите, красиво вода сделана как, да? Вообще класс. В принципе, достаточно такое коварное место с ручьем, да? А газелька в этом месте проехала очень даже ничего, так комфортно. Лучше, конечно, да, все-таки, ребят, карты подгоняйте свои под разные типа автомобили, чтобы не было таких казусов, как у меня сейчас. Казус был с мостом, то, что я не мог проехать на газели. Кто-то ездит на таких машинах, кто-то на других. Старайтесь все-таки свои карты подделывать, ну, так, более универсальные, чтобы они были. Вот. Потому что... Ой, да, не факт, что я сюда заеду. Хотя, за счет того, что я сейчас вещу, может быть, и заеду. Так, знаете, наверное, все-таки надо ехать. Будет по одной из сторон. Мне так кажется. Хотя, не, ребят, я, по-моему, опять повису на полуприцепе. Не болтай, никуда я не поеду. Давайте попробую на скорости, может, как-нибудь, я не знаю. Ого! Сколько я урона-то получил. Ой, блин, бревна валяются. Ёшкин-матрёшкин, а! Ой, опять урон получил. Ну, все, я сел конкретно. Ну, благо, опять же, для деревьев дотягиваюсь. Деревья все решают. Да ё-моё, решают, говорю. Такой скриншот сделаем, давайте. Что, мы выехали, да, получается? А, не, не совсем. У нас еще там бревна. Малину все портят. Так, ну, это временно как бы, ладно, понятно. Ну, здесь давайте по прямой по этой дороге проедем. Но я не знаю, на какую пилораму. Давайте вот на этой пилораме я разгружусь. И так по прямой проеду. И вот сюда заеду, разгружусь. Да, блин, бревна, отстаньте от меня уже. Ну, по таким вот дорогам, да, конечно, классно на газели едет. Ну, даже какая-нибудь лайтовая грязь была бы, тоже вполне комфортно проехала бы. Четыре очка за спиной, ребята. Я считаю, для газельки это вообще шикардос. Так, мне, для превью тоже надо какой-нибудь скрин сделать. Ой, надо остановиться, наверное, что-то не делает сам. Ну, и, собственно говоря, заезжаем с вами на разгрузку. Ой, пропихиваемся, я даже так сказал бы, а не заезжаем. Потому что здесь вообще хардкор какой-то. Ой, о, фу, заехал. Пищец. Доставил я бревна, ребят. Неужели прям в самом деле. Вот, тоже скриншотик общего плана, так скажем, по карте. Ладно, ребят, на этом я заканчиваю. Огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, не забывайте вступать в мою группу ВКонтакте Витарган177. Скачайте эту карту, вы сможете, увидев ссылочку под видео на сайте СТМОС, также в моей группе. Думаю, карта вам понравилась. Мне, в принципе, она тоже понравилась, с учетом еще, особенно, если это первая работа, так она вообще шикардосная, просто великолепнейшая, я даже так сказал бы, карта. Вот. Ладно, ребят, все. Всем спасибо и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...